В общем, я в городском парке. В чем смысл себя я снимаю сейчас? В общем, все-таки я приобрела пару кремов фирмы косметики Фаберлик, плюс 50. Два-три, может четыре раза я намазала, ну, в течение двух дней. Сейчас на данный момент у меня брови только накрашены, верхние ресницы косметика белорусской, карандашик Жан-Мишель, тоже губнушка была, по-моему, уже стерла, сейчас сухо. В общем, речь не об этом. Речь идет именно о продукции Фаберлик. Вот я смотрю. В общем, крем я купила, но и для глаз, вокруг глаз, и для лица дневной по 445, по-моему. 999 рублей я заплатила. Ну, как мы там договаривались, у меня телефон есть, визиточка стоит, сама женщина, кабинет у нее в сети Моле. Я никогда не пользовалась этой косметикой, но про нее много читала, что она кислородная, типа того, хорошее. Ну, вот я намазала с первого ощущения, что да, какие-то покалывания, холодок, особо никакого разглаживания я не заметила, в особенности в области лба. Там обещают как бы мимические морщинки, ну, плюс 50, они должны, в принципе, глубокие разглаживать, да. У меня какие-то вот желтые круги появились, вроде бы стали меньше после крема вокруг глаз. Ну, очень хороший запах там такой, знаете, запах, короче. То ли черемуха, то ли ландыш. Совершенно не навязчивые. Ну, вот я шла по селу у себя в деревне, да, и у нас сейчас на данный момент растет, вот так вот, у меня тут немного фотошоп включился. На данный момент сейчас вот у меня абрикосы отцвел, он пахнет, сливы цветет, он пахнет, оно пахнет уже, ой, какие-то яблони, может быть, ну, сливы точно, сливы, абрикосы, да, это уже как бы пора пахать там, что-то сеять, и, ну, запах присутствует. Вот я думаю, крепко перебивает этот запах, запах какого-то дерева я прохожу, то ли это липа, то ли еще что-то. Ну, говорят, не липа. Ну, запах очень похож на липа, вот только он перебился, запах костра его только перебивает. Ну, не сказать, что французский запах, но очень хороший запах, очень вкусный. Ну, мы же берем как бы не до запаха, а из-за эффекта, да, что обещает эта продукция, то мы от нее и ждем, что какие-то морщины будут разгладываться, как-то лицо будет наполняться. Ну, у меня в основном вот межбровка и вот здесь вот эти брыльки, и то, как бы они недавно появились. Вот здесь у меня какой-то наполняться, тут я делаю гимнастику, вот такую, да. Ну, это тоже от неправильного привкуса у меня должно быть немножко по-другому там. Так должно быть. Если у меня был правильный привкус, то тут бы у меня ничего не было, только как у меня туда немножко зубами, то это надо коренные вставлять, естественно. Ну, все знают об этом, да, что если у тебя что-то там с зубами через один, то и у тебя определенно будут какие-то морщины появляться из-за этого. Вот сейчас на данный момент мы разглядываем крем. Ну, я как будто вижу какая-то вот, ну, может быть, разглаженность там. Ну, конечно, три-четыре раза попробовать по чуть-чуть. Ну, пока что все приятно. И запах, и консистенция, и цена. Ну, вот, когда я пришла распечатывать, там в моей коробочке оказалась тушь. Ну, вот этому тоже заказывала я для своей дочки. Ну, я-то знаю, там иногда делать какие-то подарочки, я не в курсе. Что мне не понравилось, да, вот эта непонятная тушь в моей коробочке. То, что мне чек не дали. Я выбрала там каталог, из каталога еще, короче, я искала, ну, смотрела так до этого. Всякие массажеры, они в основном все на батарейках. Я бы интересовалась, если что-нибудь от сети, да. В общем, там есть два для глаза и для этого. Стоят они дороговато. Одна две тысячи, другая три, там, пять чем-то. Плюс еще крем, гель, который для этого удобен. Тоже четыреста там с чем-то, да. Я хочу это приобрести, да. Ну, сейчас я что-то подумала, я вспомнила, что у меня провода-то все время режутся. А там такие тонистенькие провода, не знаю. Я поэтому пока что подумаю, воздержусь. Так-то у меня деньги есть, да, это приобрести. Я позвонила еще одной женщине насчет ботокса. Может, кто-нибудь видео видел, где за мной, там, девушка, так и с полными губами на кухне я сижу. В общем, у нее губы сделаны корейскими филлерами. Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!